Всем привет! Сегодня уже традиционное видео о моих процессах за предыдущий месяц, в данном случае за месяц апрель. Так получилось, что апрель у меня получился очень таким плодотворным месяцем. Очень многое у меня произошло. У меня есть и завершенные процессы, и начатые процессы, и, конечно же, текущие тоже, в общем-то, продвинулись почти все. И причем не только вышивки. То есть есть еще и другие виды рукоделия, которые удостоились моего внимания в месяце апреля. Но, как всегда, давайте обо всем по порядку. Ну и начнем как раз с других рукодельных техник, не с вышивки. Как я упоминала в прошлом месяце, да, и те, кто заглядывает ко мне в Инстаграм, уже видели фотографии, я продолжаю увлекаться вязанием из бисера. И у меня связались, сотворились вот такие чудесные браслетики. Вот так вот они выглядят. Разных расцветочек, разные у них застежечки. Вот такой классический браслетик, такая у него очень сдержанная расцветка. Он очень ко многим вещам подойдет. Вот, в принципе, вот прям, мне кажется, такой, ну, даже может быть на повседневочку. Здесь у него обычная такая застежечка, обычный карабинчик. Такой. Вот такой браслет со сложным геометрическим рисунком, с переходами, такими плавными, нежными переходами от белого к темно-к темно-вордовому, через розовые, да, оттеночки. Вот. У него еще и очень такая красивая застежечка, и вообще фурнитура такого темного оттенка. Вот такая вот застежечка. Очень мне нравится вот этот браслет. Он такой очень темный, да, там именно темно-синий бисер, он не черный, а именно темно-синий. И вкрапления вот эти такого блестящего, сверкающего голубого создают как раз рисунок. Рисунок такой в греческом стиле, я бы сказала. Такое вот интересное сочетание. В принципе, здесь всего два цвета бисера, но смотрятся они очень-очень здорово. И здесь застежечка, она магнитная. То есть вот такой вот магнитик, который достаточно хорошо держит наш браслет. И был еще один браслетик. Сейчас могу вам показать только фотографию, потому что он уже подарен. Этот браслетик из мелкого японского бисера, Тоха 15. Очень он такой нежненький, летний и в то же время такой слегка нарядный получился, как мне кажется. Такой трогательный очень. И, конечно же, из-за того, что размер бисера очень мелкий, он получился небольшим по диаметру, но тем не менее рисунок очень-очень четко прослеживается в нем. И, в общем-то, это не все. Я продолжаю свои эксперименты в этом направлении. И сейчас я вяжу себе такое украшение, которое называется лариат. Это такой длинный и узкий жгутик, который такой трансформер, в общем-то, который можно носить по-разному. Вот сейчас он у меня еще в процессе, недостаточно длинный он у меня еще. То есть сейчас он где-то 90 сантиметров примерно, а будет как минимум в два раза длиннее. Обязательно, конечно же, тоже покажу, как это будет выглядеть, когда он будет готов. Ну и сразу покажу еще один свой процесс, который не связан с вышивкой. Это раскраска. Как вы помните, наверное, если вы видели обзор этой раскраски от фирмы Шиппер, у меня там засохли краски. Очень, ну, многие, да? Не все, но много. И после того, как вышло это видео, спустя там несколько дней, мне написала девушка Ольга, которая сказала, что она раскрашивала точно такую же раскраску. У нее осталось очень много красок и их хватит еще на одну. И она с удовольствием мне их пришлет. Я была очень удивлена и очень благодарна Ольге. Она мне прислала эти краски свои. И вот благодаря ей раскраске суждено быть. Вот, в принципе, уже достаточно много у меня появилось здесь, раскрашено. Я в данном случае решила раскрашивать по цветам. Ну, сначала начала из угла здесь по порядку раскрашивала, а потом перешла на раскрашивание по цветам. То есть выбираю какой-то один цвет и полностью раскрашиваю все, что вижу, что есть этим цветом. Потом перехожу к другому цвету. Вышивки я так делать не могу из-за отсутствия разметки. А вот здесь решила оторваться. Поэтому мне нравится процесс. Погружает, очень расслабляет. Получаю большое удовольствие. Думаю, что должно получиться у меня красиво. Так что, когда закончу, обязательно сделаю видео об этой раскраске. И, пожалуй, наверное, сделаю такое сравнительное видео. Расскажу обо всех раскрасках и фирмах, которые я пробовала. Ну, и теперь перейдем к вышивке. И, конечно же, перейдем сначала к завершенным процессам. К тому, что у меня завершилось в этом месяце. Опять же, те, кто смотрит мои видео, знают, что я завершила вот этот чудесный процесс от фирмы Хьюкрафтс. Фруктовые изобилия называется эта вышивка. Такие чудесные синички. Подробное видео об этом наборе уже было на моем канале буквально недавно. И, в принципе, если вам интересны какие-то подробности, я думаю, что стоит его посмотреть. Сейчас я только скажу, что, да, я в восторге от результата, в восторге от того, что получилось. Мне очень в целом все понравилось. Оформлять в ближайшее время я его, к сожалению, не буду. Но, надеюсь, что, да, когда-нибудь это все-таки произойдет. Потому что нравится мне результат просто очень. И, несмотря на то, что в какой-то момент, ну, вначале меня немного смущали иероглифы. Сейчас, в принципе, я так на них смотрю, но ничего такого критичного в них не вижу. Достаточно гармонично, как мне кажется, они вписываются в эту картину. Ну, такие чудесные синички у меня появились. И, в общем-то, да, призываю, если вам интересны подробности, посмотрите видео о моих впечатлениях об этом процессе. Там я обо всем подробненько-подробненько рассказала. Следующий завершенный процесс – это под дождем от фирмы Butterfly. Вот так я вам его покажу. Тоже я его как раз планировала в этом месяце завершить. И мне это удалось, чему я очень рада. Как мне кажется, очень здорово смотрится. Я удивляюсь, как с помощью бисера можно передать всевозможные нюансы. Но, тем не менее, фирме Butterfly это удается. Свои впечатления об этом процессе я пока еще не снимала. Но это будет буквально в ближайшее время. Там постараюсь как-то поподробнее рассказать о процессе. Но пока в целом могу сказать, что я для себя сделала вывод, что такая сплошная зашивка бисером – это все-таки не мое. Да, результат очень интересный, результат мне нравится. Но вряд ли я буду еще вышивать что-то подобное. Как-то так пока расскажу. А подробности все о процессе в отдельном видео пусть будут. И третий процесс, который у меня завершился в этом месяце – это завтрак у Тиффани по схеме Алены Кошкиной. Тоже впечатление я пока еще о нем не сняла. И также планирую в ближайшее время это сделать. Но готовую работу уже могу показать. Я так не была на 100% уверена, что успею закончить ее в апреле. Но, тем не менее, успела, сделала. Вышивки тут, казалось бы, очень немного. И, в общем-то, поэтому я и планировала закончить в апреле. Думаю, что быстренько-быстренько я с этим всем справлюсь. Но оказалось, что все не так просто. И, в общем-то, вышивать вот эту юбку было достаточно утомительно, скажем так. Потому что вот эта техника Black Work здесь достаточно простой рисунок. Очень простой, но достаточно плотно при этом выполняется зашивка вот этой юбки. И, естественно, когда я вначале выполнила только вот эту часть, вот эту верхнюю часть платья, мне показалось, что все как-то так быстро происходит, все здорово и замечательно. А вот когда я начала вышивать юбку, я поняла, что я попала просто. Потому что вышивала я ее очень и очень долго. Здесь мне показалось, что это все-таки дольше, чем крестик. Но я думаю, что это именно из-за рисунка такого достаточно плотного. Вот. В целом мне нравится тоже результат, мне нравится вот эта такая графичность этого дизайна. Мне нравится схожесть именно вышивки с тем самым образом из фильма. Хотя, конечно же, он не стопроцентно изображает именно ту фотографию, которую многие знают по фильму. Но, тем не менее, как-то все передано именно так, что это сразу понятно. Сразу понятно, что это Одри Херберн, сразу понятно, что это фильм «Завтрак у Тиффани». Ну что ж, все остальное, пожалуй, что касается конкретно вышивки, схемы, каких-то нюансов, которые мне понравились или не понравились, я все-таки, наверное, расскажу в отдельном тоже видео, которое будет в ближайшее-ближайшее время. Ну, перейдем теперь к процессам, которые начаты у меня были давно, да, и посмотрим, как они продвинулись. Ну, и первая у меня тут лежит покровка, с нее, в общем-то, я тогда и начну. Я не скажу, что она продвинулась глобально, опять же, но я рада, что она продвинулась. То есть, все-таки она не стоит на месте, и это очень и очень радует меня. Здесь у меня появилась повозочка вот эта, проявляется, и более отчетливо уже нарисовалась лошадка. Одна, правда, вторая, только-только там наметочки появляются. В целом, я довольна этим процессом. Меня радует, что я приближаюсь вот к этому краю, хотя там еще, ну, приличный такой кусок дальше идет, который, ну, в раму у меня просто не вошел, и продолжение здесь еще будет. Но уже есть ощущение, что вот эту сложную, сложную часть я как-то скоро, ну, относительно скоро закончу, и дальше будет достаточно легче, потому что то, что касается вот всяких зданий, вот этих неба и так далее, здесь вышивается все-таки значительно проще, чем нижняя часть и мостовая. Мостовая здесь, конечно, это самая-самая трудоемкая, самая-самая утомительная. Ну, радует, что у меня все-таки большая часть мостовой уже готова, и поэтому есть надежда, что этот процесс будет когда-нибудь завершен обязательно. В общем-то, может быть даже вдруг и в этом году. Ну, хотя я бы не загадывала такое. Следующая вышивка, которую я вам хочу показать, это герберы. Я вот так положу, немножечко будет просвечивать покровка, но я думаю, что это не сильно страшно. Здесь у меня вышилась вот эта нижняя часть и справа, то есть то, что вы видите справа, наметки вот этого цветочка и дальше, это тоже вышилось в этом месяце. Здесь я внесла некоторые изменения в дизайн. Я не захотела вышивать вазу, в которой стояли герберы. Ну, она мне нравилась, в принципе, то есть я ничего против вазы не имею, но просто именно тот момент, что я хочу эти герберы как наволочку на подушку, вот мне как-то сочетание подушки и вазы не убадывалось в моей голове. Я решила, что ваза мне не нужна в данном случае, поэтому пришлось изменить немножечко дизайн, то есть пришлось там соединить стебельки, которые были под изломом от воды, то есть такой излом, который мы видим на границе воды. И какие-то там были отблески-блики тоже в воде, поэтому пришлось это все убрать и немножечко-немножечко изменить. Ну, в принципе, я результатом довольна, учитывая то, что я не перерисовывала схему, я буквально на ходу сочиняла, как у меня будет это выглядеть, то есть брала ниточку и вышивала ей вот так, как считала нужным. Поэтому, ну, учитывая вот такую переделку на ходу буквально, я считаю, что получилось у меня, в общем-то, неплохо. Герберы у меня в прошлом месяце не вышивались, если вы помните, да и в этом-то, собственно, месяце я вот буквально в конце апреля к ним вернулась, и я поняла, как я по ним соскучилась, какой это невероятный кайф. Это крупная равномерка, яркие, красивые ниточки, которые укладываются так, как мне нравится. То есть, в принципе, несмотря на то, что здесь достаточно много вышивки в три нити, мне нравится, как укладываются эти крестики в три нити, что бывает крайне редко. Поэтому я очень-очень довольна. Мне кажется, самое сложное, ну, учитывая то, что я планировала переделку, такое я сделала, и дальше я погружусь в яркие краски, и, глядишь, может быть, даже и закончу в мае герберы. Но это, конечно, так, пока на уровне мечты, наверное. Еще один процесс, который у меня был начат в марте месяце, то есть, в принципе, вот март и апрель он у меня вышивается, это осенний лист по схеме Миносян-Яны. Вот, что должно получиться у меня в итоге. И пока вот на данном этапе. Мне кажется, примерно половина у меня готова, но здесь пока я вышиваю без бэкстича, не хочу делать в данном случае бэкстич по уходу вышивки. Сделаю после того, как полностью будет готова вышивка, там, крестиками, полугрестиками. Не хочу просто по той причине, что вышиваю я на льне, и я как-то забыла о том, что лен достаточно сильно садится. И я его не намочила, не постирала перед вышивкой. Поэтому боюсь, что он достаточно сильно может сесть, и бэкстич просто провиснет, потому что здесь, по-моему, есть там некоторые такие достаточно длинные какие-то линии. По этой причине решила, что я сначала все-таки вышью полностью эту работу, сделаю все крестики, полукрестики, постираю ее, и только после этого буду делать бэкстич. Но зато у меня работа сразу как-то, думаю, преобразится, и будет это смотреться очень-очень здорово. Пока это выглядит вот так, но уже видно мост, уже видно парочку под зонтом, да, я думаю, что он тоже это видно. И вот такие темные-темные линии, такие окошки зданий намечаются. Вышивается очень легко, очень приятно. Там, правда, пара моментов тоже есть со значками схемы. Не знаю, стоит ли писать об этом я не. В принципе, я вроде бы все поняла, во всем разобралась, поэтому в целом мне все очень нравится. Ну и учитывая, конечно, что здесь большое количество полукреста, хотя крестик мне теперь тоже уже встречается, но работа достаточно быстро двигается, что тоже, в общем-то, приятно. Еще одна работа, которая у меня начата уже давно, это гобелен. И это единственная работа, которая у меня не вышивалась в этом месяце. Я вот ее тут положила, ну вот как я ее в прошлом месяце сняла с рамы, чтобы ее переставить, раму, и вот заняла раму чем-то другим. И, в общем-то, вот так у меня гобелен бедненький остался без внимания. Вот лежит такой в рулончике, скучает несчастный. Я по нему тоже очень соскучилась, хотела, у меня прям было такое желание, вот в последние дни апреля, думаю, достать, повышивать хоть чуть-чуть, чтобы показать вам, что да, его я тоже вышивала. Но решила, что все-таки не стоит таких порывов делать, потому что там за один-два вечера много я не вышиваю, конечно, и поэтому результат тоже будет небольшой. Ну ладно, покажу как есть, покаюсь, в общем-то. Но я уверена буквально, что в этом месяце я обязательно буду его вышивать. Хотя в прошлом месяце я говорила точно так же. Ну и теперь к тем процессам, которые я начала в апреле месяце. Итак, я начала в апреле месяце такой вот необычный, странный набор от фирмы Новослобода, который называется «В гостях у сказки». Обзор на этот наборчик я делала совсем недавно, поэтому, возможно, вы помните, но я вам покажу. Это вот такие вот избушки. И я начала вышивать вот с этой избушки. Они вышиваются отдельно, на отдельных кусочках основы. И вот решила я начать с этой избушки. В общем-то, вот столичка у меня вышилась. Уже такая стена появляется. Здесь уже будет дверь близиться, скажем так. Но вот пока в основном рисую стены. Ну что могу сказать по поводу процесса? Как оказалось, для меня большое удовольствие составило вышивать на 14 аиде крестом в две ниточки. Это так приятно. Они так хорошо ложатся. Кстати, нитки вот у Новослободы, они совсем не перекручиваются, вот абсолютно. Они какие-то мягкие, такие ровные, гладкие. Я не скажу, что я прям, ну, в огромном восторге от этих ниток, но то, что они не крутятся абсолютно, это да, это вот прям такой большой-большой плюс. Вышила я, конечно же, не очень много, но тем не менее, я довольна результатом. Да, чуть-чуть местами канва светится, вот через самые темные оттенки. Канва немного светит, но мне кажется, это не страшно. Особенно после стирки, там, как правило, ниточки немножечко еще распушаются и укладываются, и будет все-все-все замечательно, на мой взгляд. Немножечко вначале мне было тяжеловато почему-то привыкнуть к значкам, как-то я их плохо видела, и там достаточно большое количество бэкстичей, местами бэкстич немножечко перекрывает значки, приходится приглядываться. Но сейчас вот уже на этом этапе вроде бы все вошло в такую правильную клею, я уже как-то так все различаю вроде бы, и надеюсь, что дальше, в общем-то, пойдет побыстрее. Как-то не хочется мне затягивать этот процесс, избушки здесь не такие уж большие, а самое интересное здесь ожидает нас в конце, когда там будут всякие пришивные элементы и сборка вот этих всех рамочек. Поэтому да, ну, буду так тоже двигать потихонечку. Следующий процесс, начатый у меня в апреле, это ночной город от фирмы «Сделай своими руками». Первый раз я вышиваю набор этой фирмы. Здесь я поменяла канву с 14 на 18 аж. Ну, что могу сказать? Я не знаю, как бы у меня вышивалось на 14, да, аиде. Возможно, какие-то другие были бы впечатления. Естественно, так как я вышиваю на более мелкой канве, ну, причем значительно, да, более мелкой, я поменяла и вышиваю не в три нити крестики, а в две нити, а полукрестики, ну, здесь вот их совсем еще немного. Я думала, как их делать, в две нити, как, ну, изначально там было запланировано, или все-таки в одну ниточку из-за того, что более мелкая канва. Попробовала и так, и так, все-таки пришла к выводу, что лучше в одну ниточку. Ну, так когда поближе показываю, тут у меня все просвечивает, да. Если мы попробуем как-то так, сейчас попробуем. Так, наверное, получше будет. Вот, нарисовался у меня уже один небоскреб, не самый большой небоскреб, такой средненький, скажем так, в зеленых тонах, что мне не нравится на данный момент. Мне не нравится, как укладываются нитки. Почему я и говорю, что, не знаю, возможно, на 14 канве у меня бы лучше получалось их укладывать, но вот здесь на 18, ну, как-то неровно. Я бы, конечно, могла сказать, что проблема во мне, что это у меня что-то не так с руками, но все-таки, как правило, у меня не бывает таких проблем. То есть, да, где-то я более довольна крестиками, где-то менее довольна крестиками, но тем не менее, так, чтобы я вот смотрела и говорила, боже мой, почему так криво? Это у меня, ну, я даже не знаю, было ли у меня когда-то раньше такое. Не знаю, будет ли вам это видно, но вот я недовольна ровностью своих крестиков. Конечно, опять же, это все видно, когда я смотрю вот прям близко-близко, когда я смотрю с расстояния вот буквально вот вытянутой руки, то, в принципе, уже все нормально смотрится, и мне нравится яркость, мне нравится вот это вот уже получающееся такое свечение из-за сочетания темной канвы и ярких ниточек. Смотрится, в принципе, здорово. Но вот, опять же, когда я вышиваю, близко на все это дело смотрю, то есть у меня немножечко какое-то, ну, не то чтобы даже разочарование, а беспокойство, да, вот по поводу того, что, ну, все-таки, как же я так вот мудряюсь-то делать неровно. Ну, надеюсь, что все-таки результат меня порадует, и после, опять же, стирки работы, да, после завершения как-то все это немножечко поотправится, выпрямится, ну, и, безусловно, конечно, там с расстояния в метр все будет смотреться нормально, в этом я уверена. Ну, пока вот так. А, да, я не показала вам, что же у меня должно получиться в итоге. А вдруг кто-то не знает. Вот, собственно, это работа, которая у меня должна получиться в итоге. Ну, и я начала из центра, начала вот с этого небоскреба, получается. Дальше, не знаю, ну, видимо, как у меня закреплено, так и буду дальше вышивать, наверное, в одну, в другую сторону, вправо-влево, а потом уже там посмотрим, куда смещаться. Ну, пока вот так. И третий начатый процесс в этом месяце, это осенний вечер от фирмы Золотое Руно. Ну, что поделать? Вот так вот получается, соблазняешься то на одно, то на другое, и вот, делая обзор этого набора, я соблазнилась и начала его вышивать прямо сейчас, в апреле. Начала не так много, как, может быть, хотелось бы, но, тем не менее, начало положено. Вот, что должно у меня получиться в итоге. Вот такой вот чудесный осенний вечер по картине Леонида Афремова. И вот, что вышилось на данный момент. Ну, и в начале вот этой работы у меня случился такой, несколько неприятный казус. Дело в том, что здесь схема расположена на шести листах, и нижние два листа, они такие длинные, вытянутые, то есть они отличаются от всех остальных. И я, когда решила начать, в общем-то, определилась, с какого листа я начинаю, какой лист мне нужен. В общем, потом я отвлеклась на некоторое время, ушла. И когда пришла, села, начала вышивать, каким-то образом, не знаю каким, получилось так, что я взяла не тот лист. То есть вот из этих двух длинных вытянутых листов я взяла не тот, который был нужен. И начала вышивать. Когда начала вышивать, первое время еще так вышиваю, удивляюсь, думаю, странно. Я вроде думала, что этот угол такой самый-самый темный, а тут какие-то яркие, в общем-то, красивые ниточки. И это как-то меня не остановило сразу-то. То есть я вышила какой-то такой, не то чтобы большой кусочек, наверное, вышила крестиков сто примерно, но при этом они были вышиты семью цветами, потому что здесь, в общем-то, понамешано все очень-очень так плотненько, поэтому одним цветом не так много вышивается. И я вот семью цветами, это я посчитала, вышила, ну, около ста крестиков, может быть, чуть-чуть больше. Поэтому, когда я это осознала, что у меня не тот лист, то есть я как бы начала, получается, из середины вышивать, конечно же, расстроилась, пришлось мне дело распарывать, при том, что именно аккуратно распустить это было уже нереально, там все настолько перемешано, что найти, где какие концы, там, ну, мне казалось, это нереально. И я просто-напросто распорола, то есть взяла полностью все это распорола. Надеюсь, это не сильно отразится на количестве ниток, то есть я немножечко, конечно, переживаю, что мне может чего-то вдруг не хватить. Но очень как-то так рассчитываю, что все-таки все будет хорошо, буду на это надеяться. Ну и потом я начала уже на следующий день, то есть в тот же день я все распорола, а на следующий день я начала все заново, с этого угла. Уже взяла правильный лист схемы, тот, который нужен. Здесь оказались те самые темные оттеночки, но вот такой вот светлой дорожки, отблеска я уже все-таки добралась. Вот такое у меня получилось начало. Ну, буду надеяться, что, в общем-то, все сложности и все какие-то трудности на этом и закончатся в этом процессе, и дальше все будет хорошо и замечательно. Ну вот, я вам все рассказала о своих вышивках, о своих рукодельных процессах, и теперь расскажу о двух вышивках, которые я тоже обещала вам показывать. Это вышивки, которые вышивает мне мама. Первая вышивка, первый набор, это от фирмы Риолис весенние тюльпаны. Здесь уже работа перевалила за половину, добавился еще один достаточно крупный тюльпан. Вот так на данный момент это все выглядит. Процесс достаточно простой, по маминым словам, то есть вышивается все довольно легко, и без каких-либо там сложностей, трудностей все замечательно получается. И второй набор, второй процесс, который тоже она вышивает, это ягодный букет от фирмы Золотое Руно. Обзорчик на этот набор был в этом месяце тоже, и вот она его брала с собой там в дорогу, в поездку, и вот, в принципе, он у нее очень-очень неплохо, я считаю, продвинулся. То есть уже готова вся нижняя часть, уже готова вот эта стрекоза, да, сбоку, и уже постепенно-постепенно расцветает сам вот этот букет. Здесь, конечно же, вышивка посложнее, здесь много каких-то мелких кусочков, там по несколько крестиков, небольшими группками, разумеется, но, тем не менее, это, конечно, дает такой определенный результат, то есть ягодки, они такие классные, как настоящие цветочки, все так здорово, такие замечательные переходы, и, в общем-то, ну, я считаю, очень хорошо он продвинулся, у мамы-то замечательно. Ну, не знаю, там, не буду планировать и устанавливать ей какие-то границы на май месяц, потому что, скорее всего, у нее будет меньше времени на вышивку в мае, но, тем не менее, если какие-то такие заметные изменения будут, то в следующем месяце я тоже их обязательно покажу. Вот так много у меня набралось новостей за месяц апрель, как-то даже неожиданно немножечко для меня это случилось, но, тем не менее, это так. Надеюсь, что я вас не очень утомила всем этим, в принципе, я так сравнила, да, какие планы у меня были, ну, то есть те три работы, которые я планировала завершить в апреле, они у меня как раз завершились, но начинать столько много я не планировала, но, тем не менее, начала целых три новых процесса, причем два из них достаточно крупных, и снова у меня семь вышивок в работе, даже, на самом деле, восемь, потому что тайный же процесс у меня еще есть, который тоже потихонечку вышивается, и я так думаю, что в мае месяце, скорее всего, я не буду начинать новые работы, я постараюсь продвинуть те, которые имеются, мне надо будет уже завершить вот этот вот тайный секретный процесс обязательно, потому что в июне надо будет уже отправлять готовую работу, там, в общем-то, осталось не так много, но, тем не менее, тоже время это займет определенное. Поэтому новые начинания вряд ли какие-то будут, разве что, опять же, какие-то бисерные штучки, и постараюсь я, может быть, что-то закончить, я постараюсь закончить раскраску, чтобы уже на нее тоже не отвлекаться особенно, но вот из вышивальных процессов, я не знаю, получится ли у меня что-то закончить или нет, в принципе, не так много осталось вышивать в герберах, ну, опять же, зачастую такое обманчивое впечатление, ну, так мне кажется. В принципе, можно реально закончить это осенний лист, ну, и может быть, одну избушку, то есть две я точно, думаю, не успею в мае, но одну вполне вероятно, что смогу осилить. Ну, а большие процессы, покровка, ночной город, осенний вечер, здесь вообще ничего загадывать не будем, конечно же, здесь уже как получится, так получится. Ну, я обязательно хочу пошить гобелет, потому что, ну, по нему я уже реально соскучилась. Вот такие новости, такие планы. Надеюсь, что вам было интересно, очень жду ваши комментарии по поводу всех моих работ, и начатых, и законченных, и тех, которые текущие. Мне очень интересно, что вы думаете обо всем об этом, о количестве, о качестве, обо всем, обо всем. Пишите обязательно. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Если вы вдруг еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Я думаю, что нас ждет еще много интересного. Вам на сегодня все. Всего доброго. Пока-пока.